Почему мы еще ведем этот разговор-то? Не только за счет красоты монеты, а есть одно очень важное событие. Вы знаете тоже, в Казахстане есть казакша-курец, борьба национальная, национальный вид спорта, очень много знаменитых борцов. И среди этих знаменитых борцов есть у нас Хаджиму Кан Мунайтбасов. Обратите, пожалуйста, внимание на дату его рождения. 7 апреля 1871 год. То есть в этом году ему исполняется со дня рождения 150 лет. Но, к сожалению, в списке монет, которые национальный банк запланировал, национальный банк Казахстана, разумеется, запланировал на этот год, мы не видим монеты, посвященные этому борцу. Вот мы с Игорем Павловичем уже несколько месяцев обдумывали эту идею, что все-таки такая монета очень-очень нужна. Ну, во-первых, это действительно историческая личность, историческая и очень знаменитая. То есть в царское время человек из глубинки, из казахского аула смог добиться всемирной популярности. Ну и плюс, в принципе, вся его жизнь, она окутана легендами, окутана важными событиями. Сейчас пытаюсь пролистать. Вот давайте покажем фотографию. Просто это не совсем удобно делать в перчатках. Ну вот, спасибо Википедии. Умер он, кстати, в 1948 году уже в Советском Союзе. И дело в том, что во время Великой Отечественной войны, вот здесь тоже указано, тоже очень важный момент, то есть он подарил за свои деньги, собрал за свои деньги и подарил самолет, названный в честь Амангельды Иманова. Тоже очень знаковое событие, связанное с Великой Отечественной войной. И вот, давайте откроем мифы, так сказать. Так, так, биография. И здесь были легенды, да, по-моему. Так, так, так. Сейчас, секунду. Пытаюсь. Так, биография. Так, 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 так. Игорь Павлович пока вам всю прелесть монет показывает. Поддержите нас комментарием. Так, вот мифы и легенды. Все, вот листал, просто у меня вываливалось. Вот, берем с Википедии, ничего не выдумываем сами. Хаджи Мукан был хорошим рассказчиком и умел увлечь в своего слушателя. Многие легенды о его несметных победах и могучей силы были порождены, прежде всего, самим великим борцом. Писатель Сабит Мукана, в котором довелось неоднократно встречаться с Хаджи Муканом, писал. Больше всех говорил Хаджи Мукан. Мне казалось, он несколько расхвастался. Он утверждал, что успел побывать в 56 государствах. 56 раз получал звание чемпиона мира. И в знак этого 56 медалей. Сколько было у него медалей, я точно не помню. Но их действительно было очень много. Притом из разных стран. Не думаю, что каждая медаль присуждалась ему как чемпиону. Ну, в целом, как бы, идея в том, что мы считаем, что монету надо выпустить. А вот как это осуществить, мы, к сожалению, не знаем. Давайте, может быть, выскажите свое мнение в комментариях по поводу, нужна эта монета или нет. Стоит ли ее выпустить и стоит ли от, может быть, от общественных объединений коллекционеров в Казахстане, их существует несколько, написать коллективное письмо в Национальный банк и попросить выпустить такую монету. Давайте вместе подумаем, обсудим и что-то сделаем. Нам кажется с Игорем Павловичем, что эта идея имеет право на существование. Всем удачи, ждем ваших отзывов.